Сейчас рубрика «Охуительные истории». Я коротко эту историю опубликовал у себя в Телеграм-канале. Не все подписаны. Это, кстати, грех. Замолить его можно, подписавшись на канал. Но давайте расскажу здесь историю про то, как прошли последние сутки в моей жизни. Тем более, что там есть некоторые апдейты, которых нет в Телеграм-канале. Моя жизнь, в принципе, ну, развивается так. Уступательна. Десять лет назад она была не очень радужная. То есть я там ссорился с родителями, убегал из дома, жил на заброшенном заводе. В общем, всякое бывало в жизни. И периодически жизнь заставляла в том числе воровать еду из магазинов. И я умею это делать. То есть я могу спокойно воровать еду в магазинах и попадаться один раз из 30 в самом худшем случае. Но в какой-то момент, не будем называть это совестью, чтобы не показаться слишком приличными, но что-то меня побудило от этого отказаться. То есть я, ну, ощущение какой-то неправильности, ты чувствуешь себя грязным, как-то, ну, фу, мерзость. Я себе сказал, что вот с этого момента, что бы ни происходило в моей жизни, вот какая бы жопа ни была, я больше никогда не ворую еду в магазинах. Вот ни за что. Все. Вот я себе поставил рубеж. Никогда не воруем еду в магазинах. И дальше вот такими ступенечками, вот этим вот никогда-никогда-никогда я двигаюсь вперед. В какой-то момент я себе сказал, я с этого момента не ворую музыку. Я всю музыку, которую я могу, слушаю легально. Я плачу за это деньги, я покупаю подписки на музыкальные сервисы и, соответственно, плачу таким образом контентмейкерам за то, что я слушаю их музыку. Я купил также подписки на YouTube премиум, которые я смотрю очень много, чтобы люди, которых я смотрю, получали за это деньги. Следующая такая ступенька была, я запретил себе пиратить фильмы и сериалы, то есть все, что в моем доме смотрится, за каждый фильм, за каждый сериал, который смотрит моя жена, я плачу. То есть у нас подписки на Амедиатеку, на Кинопоиск, сейчас на Netflix будем заново оформлять. Чтобы каждый фильм, каждый сериал, который мы смотрим, был оплачен. Когда-то давным-давно, много лет назад, я себе сказал, однажды была такая формулировка, вот когда я приду к успеху, вот когда я смогу себе позволить, я удалю все, я откажусь полностью от пиратства в музыке, именно в производстве музыки, и буду работать только на лицензионном софте. Софт для создания музыки и для работы со звуком, то есть вот сейчас я разговариваю с вами, вы слышите меня через микрофон, через предусилитель, аудиокарту, компьютер, и еще в компьютере она обрабатывается, вот эта звуковая дорожка, несколькими плагинами, чтобы голос звучал лучше, приятнее, чтобы вам было комфортнее меня слушать. Для этого нужны программы, и это только маленькая часть, а еще, там, для написания музыки, для музыки к роликам, для музыки, как составляющей песен, для обработки всего этого, для всего этого нужны программы, в которых ты работаешь, и я всегда их воровал. Но это ничем не отличается от воровства в магазинах, чем бы там себе пираты, чем бы они себя не успокаивали. Вот я кооператил, я себе точно отдавал отчет, что это то же самое, что я ворую еду в магазине. Просто вот в один момент наступит время, когда я смогу от этого отказаться. Вчера я это сделал. Вчера я удалил все пиратские программы для работы с музыкой. Вообще, начиная от DAO, то есть Digital Audio Workstation, в которой я работал, и заканчивая, собственно, плагинами для обработки, для работы с голосом и так далее. Музыкальные инструменты все виртуальные удалил. Вообще все. Я вычистил там 500 гигов. И стал покупать. Просто вот покупать все, что мне нужно. Купил себе рабочую станцию музыкальную, купил себе Melodyne, купил себе Contact, купил себе библиотеки для Contact, купил себе виртуальный синтезатор, купил себе барабанный модуль. И вот так я провел всю ночь. Всю ночь я покупал себе подарки, я себя радовал. Проебал 2000 баксов на это. На момент, когда я написал пост в телеграм-канале, я просрал чуть больше 1000 долларов. К концу акции, перед тем, как лечь спать, почти дошло до двух. Но я так счастлив. Это не передать. То есть, я точно знаю, каждую из этих штук я купил за свои деньги. По полной стоимости. Не украл, не скопировал у кого-то. Я пришел и купил, я заработал, я могу себе позволить. Это очень приятное чувство. И я никогда так осознанно не подходил к выбору программ, в которых я буду работать. Потому что, когда тебе все бесплатно достается, ну ты скачал с торрентов. Ты это не ценишь. То есть, ты можешь скачать библиотеку, которая стоит 1000 долларов, одна, и даже ни разу ее не открыть. Потому что, да и пофиг. А тут, каждую штуку, за которую я заплатил свои кровные денежки, я ее буду изучать. Я ее знаю. Ну, я не покупал того, что я не знаю. То есть, это что-то, про что я много слышал, чем я пользовался. Это не совсем законно. Но я теперь это ценю. И я понимаю, что я буду обходиться гораздо меньшим инструментарием. Зато каждый инструмент я буду использовать на максимум. И черт, я даже не все из них открыть успел. То есть, ну блин, они весят некоторые, там, одна библиотека весит 300 гигов. Я пианинку себе купил, она весит 150. То есть, я просто установил, я еще открыть не успел. Оно уже мне столько радости принесло. Короче, вот это следующий шаг. Я торжественно обещаю перед вами. Если вы слышите, все, что угодно, сделанное мной в плане звука, оно сделано полностью легально, на полностью легальном софте. Либо оплаченном за мои деньги, либо бесплатном. Я поставил несколько бесплатных плагинов. Есть прекрасные бесплатные плагины. Тоже ими пользуюсь, кстати. Но все плагины, с которыми я работаю со звуком, теперь легальные. Следующая ступень перед покорением космоса, это лицензия Adobe. Ну, потому что 6,5 тысяч в месяц за подписку я что-то вот... Нет, я нормально зарабатываю. Я могу себе позволить это по финансам. Но психологически я что-то не могу на это раскачаться. И дальше, наверное, только донаты Википедии. И после чего я вознесусь в ебеня космически эфирным сгустком, преисполнившись в своем познании так, что вы меня больше никогда не увидите. Умничка, очень рад, что ты дошел до этой ступени. Спасибо, я сам невероятно рад. Но, собственно, почему я спросил вас, не изменился ли звук? Я, когда сносил 500 гигов в пиратских библиотеках, а у меня было под терабайт, просто уже были проблемы с этим. Сейчас было гигов 500 в этот раз. Короче, я что-то лишнее удалил, мне пришлось винду переустанавливать. Поэтому я несколько часов перед стримом провел, восстанавливая всю цепочку звука, картинки, цветокоррекции. И попутно, раз уж я это все переделываю все равно, потому что снес винду, я решил обновить картинку. Не знаю, заметили ли вы, но вы можете открыть одну из последних реакций на канале и посмотреть на то, как картинка выглядит сейчас. Я поменял схему света, я поменял расположение источников. Сейчас, если раньше в кадре у меня было 2-3 источника максимум, сейчас у меня 4 источника света в кадре и другой светотеневой рисунок. Надеюсь, вам нравится. Надеюсь, картиночка поприятнее стала, потому что я старался это все выстраивать, чтобы было хорошо. В дальнейшем будет еще лучше. Прямо сейчас мне не хватает стоек, поэтому камера, которая меня снимает, сейчас стоит на стремянке, как в старой доброй. Мои первые ролики были сняты со стремянкой в качестве штатива, потому что не на что было ставить оборудование. Я в начале, когда начинался мой YouTube-канал, я снимал со стремянки. И вот сейчас, пройдя сколько, путь длиной в 3 года, больше 3 лет прошло с тех пор. Скоро 3 года со дня выхода первого ролика. У меня прямо сейчас камера стоит на стремянке. Ну а главное, да, это довольно большие деньги. У меня самого немножко так это потряхивает, когда я думаю о том, сколько я денег за ночь просрал. Ну как просрал, потратил на рабочие инструменты. Меня немножко так, воу. Но с другой стороны, я понимаю, что это деньги, которые ты один раз заплатил. И эти плагины, эти инструменты навсегда твои. Более того, когда выйдут более новых версий, я просто буду бесплатно обновляться. Или там за небольшую доплату буду обновляться. То есть, это такая инвестиция в очень долгую. И мне безумно приятно, что я поддержал некоторых производителей. То есть, я пользовался Reaper. Reaper условно бесплатная программа. То есть, ты можешь скачать ее с официального сайта и пользоваться. Как бы никто с тебя ни рубля за это не возьмет. Единственное, что первые 5 секунд после запуска будет висеть окошко, типа, купи меня. И там какие-то абсолютно символические деньги ты можешь перевести, как бы поддержав создателя. Я наконец-то сделал. У меня куплена лицензия Reaper. У меня больше нет этого окошка. У меня там наверху написано, что он официально лицензирован. Вот для меня. Там стоит мое имя. Мне прям хорошо. По звуку не заметила разницы. По картинке прям видно светлее стало. Надеюсь, что картинка стала симпатичнее. По звуку я пересобрал цепочку. Сейчас стало субъективно погромче. В общем, если вы мотанете на одну из реакций, наверное, вы заметите, что просто как будто средний уровень громкости стал чуть-чуть выше. Я чуть-чуть позлее настройки поставил. Главное, чтобы артефакты всякие не лезли. Переехав в Европу, я тоже... Это комментарий читаю. Переехав в Европу, я тоже забыл про пиратство. Увидел бы я раньше ежемесячный чек за подписки и т.д. Я бы зажлобил, но сейчас понимаю, что это необходимо для развития этого софта, индустрии вообще. Архан, иди обниму. Полностью тебя понимаю. Я в Европу не переехал. Я и так живу в Европе. Но вот я до этого в какой-то момент... Ну как, я к этому иду и дальше. Вот впереди лицензия Adobe. Я надеюсь, что в следующем году и это мне покорится, и после этого я буду официально белым человеком. Вот. А так, да, это нужно. Просто если все будут воровать инструменты, то за счет чего, собственно, будет появляться софт. Погоди, 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 ты же вроде ливнул из музыки, вроде что ты задумал. Во-первых, я работаю как продюсер над музыкой все еще. Я не пишу свои песни, но я помогаю коллегам. Я работаю как, собственно, профессионал. Во-вторых, я работаю над роликами. В моих роликах есть авторская музыка, которую пишет моя команда. Я пишу всякие заставочки, вставки делаю для роликов. Я работаю с банальной музыкой для гифок, которые надо нарезать, забивать эффектами и так далее. Так что есть куда применить. Пиратство не порог? Нет, пиратство порог. Какими до пользовался? Пользовался FL Studio шестым. Мне кажется, не все родились присутствующие в момент, когда эта штука вышла. Я начинал с Guitar Pro вообще программы, потом перешел в FL Studio шесть, потом в моей жизни появился... Потом девятый фрутик был, потом появился Logic, появился... Что-то еще было, и потом появился Reaper. И вот в Reaper я остался. WinRar такой, а у меня нет WinRar, а у меня 7-Zip стоит. Он лицензионный и бесплатный. Вот, я посмотрел в детализации банка, сколько я трачу на подписки в месяц. Просто у меня есть такая небольшая проблема. Я не знаю, сколько у меня подписок. То есть, ну, я точно знаю, что у меня их штук 10-15. Но я точно не знаю, как бы, на что я забыл отменить подписки, например. Поэтому я, короче, увидел, сколько денег у меня на это ушло. Я такой... Поэтому... А, кстати, судя по звонку, в дверь. Сейчас кое-что должно было приехать. Ща. Просто если оно приехало, я вам сразу это покажу. Помните, я говорил, что я буду заказывать лампочки для работы над контентом? Вы посмотрите, какая огромная ебатория. Это вот... Профессиональный, понимаешь, инструмент приехал. Ха! Ёль! Ёльчик! Сейчас ножнички нужны. Я же обещал, что я закажу. Вот, наконец, доехали. Просто под Новый год еще плохо работают доставки. Очень медленно. Вот она. Это вот одна лампочка. Сейчас. Вот такого размера. Чтоб вы понимали. Ща. Анпакинг прямо на стриме. Я у мамы велсаком. Ну, давай. Я вот этот один заказал сейчас, чтобы посмотреть, понять, какие задачи он покрывает, чтобы понять, мне второй нужен такой же большой или, например, поменьше. Или вообще другого типа источник нужен. Но я еще свет буду заказывать, естественно. Просто надо постепенно разбираться с этим всем. Я с таким никогда не работал. Я всегда из говна и палок все делал. То есть, вы видели у меня, да, цветные всякие эффекты на роликах, цветные подсветки. И это все сделано с помощью, блядь, полиэтиленовых пакетов, всяких полиевых фильтров за 0 рублей и смекалочки. смекалочки power извиняюсь, что ослеп сейчас но я тоже ослеп какая мощная хрень вау я в афере я в афере я если я вот сюда сяду а все, картинка по пизде пошла она залила все она залила весь фон с собой я в афере вау какая же ты крутая у меня никогда не было таких приборов своих максимум в аренду брать да по-моему с ней чуть-чуть симпатичнее вау ребят, серьезно каждый раз, когда мне надо было сделать какой-нибудь цветной свет для ролика как вы видели у меня там всякие цветные пятна были на фонах это была бытовая лампочка на которую просто за 20 рублей цветной фильтр из клеенки клепился и это все на изоленту как-то крепилось у меня никогда не было просто профессионального прибора который вот сам это все может сделать у меня сейчас смысл даже вот эта хрень это ток говна с алиэкспресса за полторы тысячи рублей ну вы видите да на сравнении профессиональный прибор и вот это вот вот этого вообще нет его убирать можно в принципе из кадра короче ждите новый виток развития продакшна я сейчас я сейчас накуплю всяких лампочек классных я стекла новые куплю чтобы еще картинка была круче просто ребят вы поймите вы все мои ролики смотрите вы все мои ролики смотрите через пластиковый объектив за 3000 рублей и они все сняты ну сейчас на меня светит кусок китайского говна за 1000 рублей сверху и все это снимается на вебку десятилетней давности эта вебка была куплена в одиннадцатом году за 1000 рублей тогда ну вот настолько вот из ничего был сделан канал изначально я сейчас каждый раз ко мне попадает в руки то есть понимаете я научился делать профессионально выглядящий контент из спичек и желудей и когда мне помимо желудей и спичек в руки попадает какая-то штука которая по возможностям превосходит желудь я такой вот в этот момент я превращаюсь в белку из саус парка потому что блять я столько всего могу сделать этого если уж я из желудей умею делать контент профессионально выглядящий то что как я смогу развернуться с вот этим всем вот вот за это вам огромное спасибо если бы не ваша поддержка если бы не ваши просмотры не ваши донаты не рост аудитории хрен бы когда у меня это получилось ух мальчику купили свистелку поиграться лучше мальчик сам себе купил свистелку поиграться прямая трансляция из четвертого реактора да четвертый энергоблок да кстати за елкой прям классно смотрится дорого богато дешево не значит плохо дешево значит геморрное обычно обычно это мой геморрой которого вы не видите я стараюсь там цветокоррекции выводить еще чем-то но просто я вот думаю вот у меня появится первый нормальный объектив для видео не вот эта затычка за 3000 рублей на который до сих пор снимает до сих пор каждый ролик снимается на затычку за 3000 рублей появится профессиональная оптика я вот думаю вау я наконец смогу цветокоррекцию лучше делать потому что ну цветопередача банально другая короче там столько технических нюансов я пока все не буду раскрывать но поверьте там очень много технических ограничений связано с качеством оборудования я просто когда понимаю что сейчас эти ограничения будут сняты я смогу гораздо больше всего делать просто вот именно просто технически лучше это как ты не знаю ездил на жигулях а потом это не ferrari это мягко говоря не ferrari это типа новый новый хендай солярис на палочке но новый и он солярис а ты до этого на жигулях ездил однажды я себе куплю ferrari обещаю и обещаю поделиться этим с вами но пока что солярис сука даже не в кредит 1.4 на палочке это же а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok